Салаты съедены, шампанское выпито. Начинаем готовиться к пляжному сезону. В одной порции оливье порядка 300 калорий. Чтобы сбросить лишнее, понадобится не меньше двух часов в спортзале. Екатерина Вашурина в фитнес привел супруг пять лет назад. Увидев первые результаты, девушка влюбилась в спорт. Три тренировки в неделю – это обязательный минимум, чтобы держать себя в форме. Ну, во-первых, эмоции положительные. Интересно. Проверяешь свою выносливость. Ну, знаю, общение все-таки. Приходишь, там разные люди, разные интересы. Здесь пообщаешься, там пообщаешься. Супруг Екатерина Евгений Вашурин занимается спортом всю жизнь. Сначала бокса, а 10 лет назад пришел в зал. За это время получил титул мастера спорта по жиму штанги лежа. Начинал с городских соревнований, посетил Европу. Спортзал вместо тысячи психологов, рассказывает спортсмен. Каждый раз идешь с настроением. Или без настроения идешь. Получаешь от тренировки кайф и опять же поднимаешься в настроение. Но мы начинаем вспоминать, зачем мы вообще пришли в спорт. Чтобы хорошо выглядеть. Поэтому, да, чтобы не лениться после праздников, надо себя заставить идти и заниматься. То есть опять сгонять лишний вес, который набран за праздники. Михаил Смородин неоднократный призер международных соревнований. Советует найти себе компанию для тренировок. И тогда пропускать занятия не захочется. С кем-то всегда, если напарника с собой берешь, всегда ты напарника подстегнешь в один день, в следующий день. Он тебе взаимной поддержки. Но одному вообще в зале тяжело заниматься. Надо обязательно с напарником заниматься. Ну с напарником или с двумя напарниками. Так будет. И прогресс будет лучше. И подстраховать себя всегда могут. Если чувствуете, что к железу пока не готовы, не нужно себя мучить. Существуют и другие виды спорта. Бассейн – это прекрасная альтернатива тренажерному залу. Во время плавания работают все основные мышечные группы. Бассейн подходит для снятия стресса, поднятия настроения и укрепления здоровья. Ну а если взбодриться в четырех стенах не получается, не проблема. Значит, пора на свежий воздух. Вставать на лыжи или, например, коньки. Алексей Жирухин на лыжах с детства. Любовь к этому виду спорта привел отец. Лыжник – победитель спортивных состязаний и организатор областных первенств. Доступность. Потому что, ну, просто чтобы даже погулять, покататься, не обязательно идти куда-нибудь на серьезную, искать серьезную трассу. Можно просто взять лыжи, выйти в парк, в лес и потихонечку погулять. Наш регион потрясающий в том, что у нас каждую зиму стандартно хороший снег. Спорт на свежем воздухе повышает настроение. Доказано. 21-й год нам вообще же повезет. Поэтому всем здоровья, долголетия. Улыбайтесь, господа. Любите природу. Главное – не переборщить с нагрузками в первые дни возвращения. Правильно рассчитать свои силы важно. Тогда получится не только настроение поднять, но и избежать травм. Мария Леевна, Григорий Плешаков, Николай Епифанов. События.